Ну что, с погодой ознакомились, пришла пора узнать более детально о том, куда же пойти по хорошей погоде и что же сделать на протяжении этой недели, а точнее в эту субботу. Потому что уже в эту субботу состоится галоконцерт фестиваля молодежного эстрадного творчества под названием «Звездопад». Именно поэтому сегодня у нас в гостях те люди, которые являются основоположниками этого движения, которые уже на протяжении, если не ошибаюсь, вы уже 25 лет, да, уже занимаетесь? 25. Ну, 24. 24. И уже следующий будет 25-й год, правильно? Нет, вот в этом году 25. В этом году 25. Да. Вот, именно поэтому, друзья, у нас в гостях Владимир Евгеньевич Артемьев, директор областного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Звездопад», заслуженный работник культуры Украины, и Данилюк Юлия Владимировна, координатор областного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Звездопад» и представитель Запорожского областного центра молодежи. Доброе утро вам еще раз. Доброе утро. Будем разговаривать более детально о том, что будет проходить в эту субботу, потому что в эту субботу мы будем видеть феерию молодых талантов. Да, это финал, так. Да. Давайте згадаемо, как проводился нещодавно, так, и закончился последний отборковый тур в Запорожье. Давайте згадаем трошечки шлях, как это было и что ждать на галоконцерте. Мы выбрали найяскравіші, найкращие номеры на зональных и выборковых турах и смотрели их номеры уже на финальном этапе, который у нас был 28-29, если я не помиляюсь. Что это было за месяц? Жовтень, точно. Ось, подивились два дни. Это было очень тяжело выбрать лучших на галоконцерты, потому что все талановители, у всех своя энергетика, свое понимание эстрадного мистерства, своя подача. Это с боку организаторов, а как с боку жюри, я думаю, скажет про это Владимир. Ну, вы расскажите, предварительно, в каких городах был отбор и что вам запомнилось больше всего? Отборочные туры проходили в городе Мелитополе, это 7 районов было, в городе Бердянске, в городе Токмаке, в городе Васильевке и в городе Запорожье. Какой район, какой город отличился? Вот, вы знаете, как Украина мает талант, так как Запорожье мает талант. Где самые талантливые люди живут? Ну, в этом году Запорожье отличилось лучше всех, потому что они представили разные жанры и было интересно. Особенно нас, как бы, завлек такой жанр, как цирковой. Очень интересный, он уже четвертый год нас радует и очень потенциал. А какие оригинальные номера показали в этом жанре? Ну, во-первых, на проволоке, эквилибр на проволоке. Это как бы канатоходец, да? Ну, да. Ну, это проволока, канат немножко потолочнее, а проволок потоньше. А, провод потоньше, это прямо можно вот так вот встать на него и ножка так, и поплавок. Нет, бжик не будет. Аккуратнее. А скажите, пожалуйста, в этом году уже 25 раз, в каком жанре было представлено наиболее номеров? Традиционно, чи отличался этот год от предыдущих? Мне кажется, что каждого года, но я там, наверное, только три года проследовала эту тенденцию, это вокал. Мне кажется, что жанр сучасной песни, так, наиболее было участников именно в этом жанре. Владимир Владимирович, вы скажите, вы заметили какого-то человека, какого-то вокалиста, который уже, в принципе, способен ехать на Евровидение-то? Есть такие вокалисты, которые способны ехать на Евровидение, но им надо немножечко собраться с мозгами и знать... Отшлифовать. Да, шлифовать, потому что просто так на Евровидение попадешь. Сколько будет номерів представлено на галоконцерт? Майже 20. Майже 20. И какого жанра будет больше за все теж пісня? Или вы так поревнули? Мы намагались сделать это интересным, чтобы не было перенавантажения каким-то конкретным. Ну ты же понимаешь, нам принесли пригласительные с расчетом на то, что там забьется полный зал людей будет. А если мы сейчас расскажем, что там будет, неинтересно же будет идти. Добре, добре, не будем. Подожди. Вот, у нас есть пригласительные, мы сегодня их разыграем здесь в прямом эфире. Последний вопрос хочется задать. Если это фестиваль, это означает то, что будут победители. Это мы, само собой разумеется. Что получит победитель? Все или ничего? Это будет все. Это может быть? Это может быть от нас, от Центра молодежи, от наших спонсоров, которые помогают в развитии талановой молодежи, поддерживают ей. Намагались сделать этот зарепад особенным, чтобы наши зарепадовцы отримали не только задоволение, а еще и какое-то захочение, мотивацию после этого зарепада. Вот, здорово. Давайте сейчас я предлагаю телефоновать в нашу студию, потому что мы имеем три запрошения. И не просто запрошения, а еще и значки. Значок сейчас это очень редкость, да, я вам скажу. Сейчас такие значки уже не найдешь нигде. Друзья, ну мы к этому приступим. Вот когда у нас будет телефонный звоночек, я уверен, что он у нас появится. Ровно все там после того, как наши гости, моя коллега, собственно, и я, и вы, телезрители, узнаем, что же нам говорят звезды, чего стоит опасаться, чего стоит придерживаться. Поэтому гороскоп, не переключайтесь. Ну что, друзья, вот мы сейчас здесь ведем ожесточенную, ожесточенную дискуссию по поводу того, как же мы будем разыграть эти пригласительные, потому что, действительно, они заслуживают того, чтобы за них побороться. И мы определились, вопрос у нас есть так же, как и телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Олена. Олена, судя по вашему голосу, вы уже проснулись и готовы забрать у нас пригласительные. Вы в эту субботу свободны? Да, свободны. Давайте договоримся так, правильно отвечать, и мы вам два пригласительных отдаем. Хорошо? Да, да, да. Все, давайте, чтобы вы не одна пошли. Итак, вопрос, вопрос, уважаемые знатоки, вопрос задают координаторы и организаторы конкурса «Зор и ПАД». Прошу, да. Владимир Евгеньевич. Владимир Евгеньевич. Участница фестиваля «Звездопад», которая стала лауреатом фестиваля «Звездопад» в 2000 году, она участвовала в Евровидении 2010 года. Скажите, как ее зовут? Отже, ваша відповідь. Скажите, как ее зовут? Фу-ута-ута-ута. Трошки інша тема. Слухаємо ваш відповідь. джамала интересно так она с крыма так нам переехала когда я не знал об этом нет это не джамала нажали неправильно ветву и чекаем наступить так и вопрос перри повторяю какая из участницы лауреатов конкурса странного искусства звездопад после того как выступила спустя 10 лет принял участие в евровидении кто она назовите ее доброе утро доброе утро как вас зовут эдуард здравствуйте эдуард вы я думаю тоже проснулись готовы забрать два пригласительных да это а леша правильно правильно ведь мы вас витаем два запрошения и звичайно же два значки и теперь належать вам поздравляем вас эдуард где вашего эдуард оставайтесь так же вместе с нами наш мир не заканчивается может быть еще что-то вам полезное перепадет ну а я хочу задать вам еще буквально несколько вопросов скажите вот у вас было жюри оно было профессионально выбирали не только вы кто входил состав в этом году жюри мы каждого року намагаемося обрати до склада жюри тех людей ки были компетентными у жанрах яки у нас представлены у фестиваля то бто это церковый оригинальный сучасная песня хореография церковый жанр а также разговорный у нас клад был отличный оскольки нас было деколька зональных отборковых тур и ось может по кожного по прозвищу наветь перечислите якшо я так а может если это не будет недолго потому что если у вас там сорок восемь на членов жюри мы можем так до восьми не успеть сучасная песня у нас оценивав дмитро яременко який є голос края так 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 ну можете не пересадить это точно до восьми затянутся церковый жанр цебра жнякова сергей розмовница гончаров виктор також тетяна петрик хореография маргарита швеку ксения сосновска також елена потапенко олена что у нас еще был за жанр церковь вы уже сказали ну топ-то их дуже багато кого только не было много же этапов было ну я просто к чему это веду вы наверное хотите поблагодарить их за то что они принимали участие и помогали вам в этой организации и последний вопрос вы это все сами организовали были ли у вас какие-то партнеры хотя бы минимально которые предоставляют подарки я знали деколька и все что они нам подаровали а мы подаруем а учасникам то переможцам запрошу всех поделитесь что же так и будет уже на гала-концерт ну все гарно интрига все запрошу мы всех еще раз на гала-концерт давайте давайте так вы будете говорить я буду все это показывать так сказать субтитры будут итак поехали 5 листопада у палаті культури днепро спецсталь о 18 години відбудется гала-концерт урочистая церемония нагороджения областного молодежного фестиваля эстрадного мистецтва зорипад 2016 и вы там сможете увидеть абсолютно самые лучшие абсолютно наверное всех участников что они будут если не на сцене то в зале так уж это точно ну что ж спасибо за то что просыпались вместе с нами друзья ну а мы продолжим удали и уже після рекламы дизнаете ся еще багато цикавой информации